И у меня формат выступления Капитана, с одной стороны, потому что проект длится уже более года. И для меня это такое осмысление, что за этот год произошло. И формат идейная поддержка, прям совершенно конкретный, я выведу вопрос, и мне будет очень важно услышать ваше мнение или идеи. Интересная история про этот... Да, я помню, как это в прошлом году все началось. Дорья, да, про сибирскую артель. У меня... Сибирская артель. У меня вот была прям похожая ситуация с Родионом. Я 6 РВК подряд, 6 клубов подряд выступал с одним и тем же проектом. Но по-разному. И все время хотел понять, что же я хочу, что же я хочу-то вот подят этого проекта. В какой-то момент мне показалось, то есть на 6-й, я вышел в полное понимание, я понял, что я хочу от проекта. Вот. И он сдвинулся на какой-то промежуток, произошло несколько... Ну и в чем проекта, собственно говоря. Проект, суть проекта следующая. То есть сибирская артель. Артель это исконно русское образование ведения проектов или образование ведения бизнеса. И суть его такая, что собирается некоторое количество людей, равных друг другу изначально, и договариваются о том, что они будут делать какое-то дело. Они делают это дело, и доход, который они получают от этого дела, он распределяется внутри артели согласно КТУ. Ну то есть коэффициенту трудового участия. То есть кто как поработал. То есть и после того, как проект сделано или дело сделано, артель может распасться, а может и не распасться. И сибирская артель как способ образования ведения бизнеса, то есть там вот важное, что все равны друг другу, у всех есть роли, деньги делятся с входа, то есть сколько вот заработали, столько и поделили. И что также важно, есть круговая порука. То есть круговая порука в том смысле, что если один накосячил в этой работе совместной, то не получили все. И все это понимают. То есть там нету человека, который платит зарплату. То есть если артельщики не сделали конечный продукт, за который потом им дали деньги, то никто не получил. И эта штука называется круговая порука в том смысле, что все отвечают за всех. И идея сибирской артели следующая. То есть сибирская артель это проект по... Это питомник для выращивания бизнесов. Это питомник для выращивания бизнесов. То есть что на входе питомника? На входе питомника есть человек, у которого есть идея или мечта, у которого есть идея. Хорошо, если эта идея основывается на его мечте. То есть это человек, у которого есть идея. Назоверим его носитель идеи. Носитель идеи. А дальше происходит следующее. То есть этот человек, если захочет, он приходит в сибирскую артель. Допустим, сибирская артель заходит сюда. Здесь происходит что-то, о чем я расскажу, то, что там происходит. А на выходе получается бизнес. То есть работающий бизнес, где этот человек является владельцем этого бизнеса. И с этим бизнесом он может... Дальше у него есть два выбора. Этот бизнес он может продать, потому что бизнесы продаются кому-то. Или может продать самому себе. То есть остаться в нем собственником, директором. Как угодно. И продолжать зарабатывать на этом для себя. Итак, то есть на входе человек, один человек и носитель идей. На выходе это бизнес, команда. То есть работающий бизнес. Что такое работающий бизнес? Это что-то, что производит продукт, ценный для клиента. Клиент определен. Клиент этот продукт покупает. Выражает свою благодарность в виде денег, которые отдает за этот продукт. И это все работает не разово, а это работает на постоянной основе. Итак, что же происходит здесь? То есть вот сибирская артель, это питомник для выращивания бизнесов. На входе человек с носителями идей, на выходе это бизнес. Где этот человек решает для себя два вопроса. Первый вопрос продать. Ну и есть кому. И второй вопрос оставить себе. Оставить себе. Что происходит внутри? Внутри происходит следующее. Идея, ну вот я так внутри нарисую, вот как бы отсюда. Что происходит внутри? Я помню, много человечков. Да. Первое, что в сибирской артели там много, ну, много людей с носителями идей. То есть их ни один, ни два, ни три, их много. И у каждого из этих людей есть своя идея. Ну и каждый с идеей относительно бизнеса, он продолжает ее развивать. Дальше, если внутри сибирской артели, ну, среди этих людей. Есть люди, носители идей. Есть люди, носители идей. Есть люди в виде тех, кто не носит идеи, но готовы, но им интересно здесь тусоваться. Есть просто, ну, скажем так, сотрудники. Поддержать эти идеи. Ну, давайте, скажем так, сотрудники. Есть люди, которые здесь же тусуются, вид их менторы. Есть люди, которые здесь тусуются, это эксперты. Эксперты. У сибирской артели есть и разработана система коммуникации. Коммуникации. Это то, как эти люди могут общаться друг с другом онлайн, оффлайн. Система коммуникации включает в себя коммуникационные сайты. Коммуникационный сайт. Скайп. Встречи. Разного рода встречи. Ну, например, такая, как у нас сегодня здесь. И скайп, разного рода встречи. Ну, телефонные звонки и там все, что там, что-то самое. У сибирской артели есть также юридическое лицо. Для того, чтобы обкатать, продать свой товар и обкатать его, допустим, на клиентов. То есть, есть лицо, которое можно взять в аренду. Юридическое лицо для обкатки. Вот это не совсем понятно. Как-то можешь это... Да, пример. Ну, нужно заключить договор в рамках вот этой вот самой... Они тоже не работают. ...кормирующейся компании. Да, пример. Дмитрий создал свой продукт, сайт. Идея реализовалась. Идея реализовалась. И тут у него возникает вопрос. Приходит клиент и говорит, я готов оплатить 20 тысяч рублей за твою программу. Но только одна вещь, я могу оплатить ее на юридическое лицо. То есть, не на физическое лицо. И тогда, если в этот момент, допустим, митрий тусуется здесь, он говорит, у меня есть юридическое лицо. И выставляет счет. У меня такой вопрос. Да, то есть, есть юридическое лицо для расчета. Как качество? Я не совсем, может быть, опыте, в этих графах. Юр-лицо, оно для чего создается, получается? Радиан, смотри, сейчас у меня компания есть, да? Я говорю, я звоню в Москву, говорю, ребят, мне нужно вот посла. Они говорят, вы знаете, коммунистическими лицами не работает. Вот они мне. Я прихожу, говорят, ребят, можно, я правильно понимаю, ребят, можно от вашего лица написать запрос туда-то туда, ну, грубо говоря, взять у вас в аренду и представляться вами, когда со мной будут работать другие. То есть, иными словами, юр-лицо, оно дает возможность продавать свой продукт юридическим лицам. И возможность покупать по спецусловиям, грубо говоря. И покупать, и покупать по спецусловиям. Это связано с оптовой торговлей? Это связано с юридическим. В смысле, с юридическое лицо, это, ну, предприятия не работают без юридических лиц. Это связано с безналом. То есть, есть нал, а есть безнал. Я просто пытаюсь понять. Да, юридическое лицо для приема безнала. Все понял. Безнаминг-гейминг, это кошелек. Это работа с безналом. То есть у сибирской артели есть юридическое лицо, которое можно взять на прокат. В любой момент, на какое угодно количество там. Есть система коммуникации работает, которая помогает всем людям встретить. Что здесь происходит? А происходит здесь следующее. Происходит здесь то, что вокруг человека, который обладает идеей, формируется спонтанно или не спонтанно, формируется команда, в которую могут входить другие носители идеи, как команда вокруг одного. То есть он лидер. И в этот проект набирается команда из вот этих вот участников. Это могут быть люди, которые готовы выполнять какую-то работу. Это могут быть люди, которые такие же носители идеи. Это могут быть менторы, это могут быть эксперты. Менторы и эксперты, которым интересно развивать этот проект. В чем здесь основная фишка? Основная фишка сибирской артели заключается в его круговой поруке. Этот человек никому не платит денег до тех пор, пока продукт не будет создан и продан. Таким образом, в команде заключаются два вида договоренностей. Первая договоренность. Это договоренность о процентах собственности на будущий бизнес. Это могут быть 10, 20, 30 процентов. Я оставляю себе 60 процентов и так далее. То есть человек дает обещание, что он создает бизнес за первые проценты собственности будущего бизнеса. И второе, как будут делиться деньги, если они войдут. Или точнее, когда они войдут. От продукта продан, деньги зашли и тогда они распределяются в процент распределения денег от продукта. Вот эти деньги, это деньги идут на оплату труда. В команде, сотрудникам, самому носителю идеи, с ментором, если они договорились. Это заработная плата. Это форма заработной платы за труд. А первый процент, это тот самый процент, когда бизнес готов и вышел, и он продается. Вот эти люди, которые владели этим бизнесом, получат вот такой процент. А, это не две темы одновременно, либо та, либо другая? Нет, это и то, и другое. То есть два вида договоренностей. Первое, процент, когда училища... Мы либо продаем и получаем процент, либо работаем и получаем. Это и то, и другое все время происходит. То есть пока мы работаем, мы получаем вот этот процент. И соц, но наш бизнес... Я бы одновременно два невозможных. Я вот прошла. А в один момент... В один момент, да, невозможно. В один момент невозможно, да. То есть пока бизнес работает, это всегда... Это вот так формируется оплата за труд. А вот так формируется процент за... Бизнес это продукт его. Это проценты стоимости бизнеса. Может быть два одновременно. Это продается в бизнесе, и кто-то, кто хочет, что он пришел. купить, он сперва покупает долю, почувствует, как я себя в этой работе. В этом проекте все чуть познаком, продается, как что возможно и продает. Два одновременно. Да, это возможно. Это возможно. В том, что сейчас нет противоречия. Еще раз. А, ну и еще то, что есть, помимо коммуникационной системы, помимо юридического лица, еще есть кодекс артели. И кодекс артели заключается в том, что мы юридически не фиксируем собственность на наши внутренние проекты. И кодекс заключается в том, что пока мы строим бизнес и его выращиваем, все на честном слове. Честном, купеческом, русском слове. Соответственно, каждый его может нарушить. Мы не берем осознанно защиту государства. Здесь мы варимся в нашей внутренней кухне, верим друг другу на слово, понимаем, что здесь происходит. В момент, когда бизнес продается, тогда уже все, бизнес готов. Он готов. Он выходит из сибирской артели. И выходит из сибирской артели. И идем, организовываем юридическое лицо. Прописываем там вот эти проценты, которые были договоренности, то есть переходы. И потом это юридическое лицо уже продается по всем законодательным нормам и так далее. То есть внутри, пока идет вот это вот становление бизнеса, пока он растет и пока он становится бизнесом, у нас купеческое слово. И, кстати говоря, тогда есть кодекс артели, в котором очень важная такая штука, это русское, русское, купеческое слово. Ну, и в кодекс артели там прописаны правила, по которым происходят внутренние сибирской артели. Теперь вопрос на идейную поддержку. Что я не учел? Едейная поддержка. Это экспертная поддержка все-таки. Это не идейная, а экспертная. Что не хватает? Что вам не хватает, что вы согласитесь? Что настораживает? Вопрос я бы даже сравнивал по-другому. Вы готовы сюда войти? Если готовы... Все же очень просто. Когда просто это рассматриваешь со стороны, может быть как-то... Но стоит... Вот ты конкретно хочешь туда войти? Какие ты видишь, соответственно, плюсы и минусы? Правильно? Ну да. Если прям вопрос совершенно по-прямому задать. Скажите просто вам лично, чего бы сюда нужно... Да, вот если бы вы пошли, что бы... Евреев переводная. Евреев? Да. Для чего? Такая схема будет работать у евреев или у старообрядцев? Когда, скажем так, предательство внутри этой системы связано с мощнейшей традицией. Когда один еврей другого, если он предаст, то он... Все. Не еврей. Не еврей. Ну да. Когда один старообрядец другого предаст, он не еврей. Вот такие системы, они работают для... Ну, допустим, вот с друзьями с детства вот так вот можно работать, да? Незащищенные, да, системы? Ну, вот там, я не знаю, три мушкетера. Но три мушкетера, их еще и четыре было, да? Но сколько они с... Вот эту вот компанию стекали-то. Вот вообще, ну, сейчас последние годы люди просто упасть на тему вот этих вот традиционных купеческих ценностей. И они базируются на мощнейшей традиции. Вот в этом смысле... Я услышал, спасибо. У меня глубоко... Все, вот прямо шикарная идея на экспертную поддержку. У меня, то есть, два таких ощущения. Вот когда... Ты в кувш-серфинге ездишь? Да, я зашел. Идет речь о принятии решения, да? Вот ты, когда говоришь, вот выход, стрелка, выход из сибирской артели бизнеса, да? И там человек принимает решение, а, продавать, а, б, заниматься. Ты говорил, от единственного лица, да? При этом, если имеется общность людей, значит, артель решает. То есть, или общность людей решает, да? А то ты сказал, вот, человек, и человек решает. Он... Ну да, те, которые... Вот они решали, да? В ходе один, но здесь там он уже объединение, и решение принимает объединение. Вот это вот немножко смутило. То есть, да, я себе и зашел, я собрался, но решать ему командой должен. Да, 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 да. Вот, да, я понимаю, оговорился, делаю поправку, что вот здесь вот решает не он сам, а решает вот как раз вот эти вот собственники. То есть, на то количество процентов, которое как была договоренность. То есть, если к тому времени у него меньше, чем 51%, тогда это уже коллективное решение. Если это 51%, ну, то есть, это... То есть, в любом случае, при решении принимается с учетом. У меня еще такой вопрос, Денис. Вот этот кодекс честного слова, он подразумевает защиту от чего? Вот ты как для себя принимаешь? Внутреннее. То есть, чтобы другой, то есть, не утаил. Вот конкретно, какие получается... Кодекс честного слова подразумевает собой следующее. Если кто-то нарушит свое слово, то есть, я договорился, буду делать, выполнять. И потом, ну, допустим, собственник там пообещал, и потом взял, и не поделился. Когда бизнес вырос... В процентах ты имеешь? В процентах не поделился. То есть, подразумевает, что кодекс, он четко прописывает моменты переходов. За что? Как? Каким образом? То есть, это как бы, вот это вот все прописано. Ясность есть. Но у каждого человека есть вот этот вот... Мы говорим, что человек выполнит, потому что купеческое слово. Это то, о чем как раз сейчас вот Кирилл сказал. И если человек не выполняет слово, он говорит, мы понимаем, он нарушил слово. Ага. И это то есть тот риск, который все осознают, понимают и идут на него. Вот у меня встречное предложение к этому есть. Может быть это честное слово заменить правилом регламента, который каждый из входящих будет подписывать уже документально или нет? Как это будет? Можно подписать сколько угодно, но ты же понимаешь, подписал ты, не подписал ты. У нас есть защита в виде государства. Но государство приходит и говорит, так, была подпись, все, в суд, в тюрьму. А мы говорим, что мы не берем государство здесь в помощники себе. Мы ничего не регистрируем. У нас внутренний кодекс и внутренний кодекс купеческого слова. Он описан. И человек, который заходит сюда, он подразумевает, что да, я понимаю, как здесь действуют правила. Меня могут обмануть, но есть одна защита. Тот, кто обманул, обмануть можно здесь один раз. И все, ты больше не участница. Конечно. Как только есть прецедент какого-либо обмана, нарушения купеческого слова, этот человек... Я к чему это все веду? Каким-то образом, через какой-то может быть... Я просто сейчас спрашиваю. Документ можно как-то это все равно оградить? Слово Божье. Слово Божье. Второе. Но здесь мы... То есть упора, я говорю, что не государство. То есть правила, вот именно правила, которые здесь будут созданы, они будут создаваться именно за счет купеческого слова, за счет веры и доверия друг другу. Изначального доверия. Если ты понимаешь, что я зайду сейчас, меня вдруг обманут или чего-то там это, то тогда ты лучше не заходи. Вот как бы вот так. И причем смотри, носитель идеи точно выигрывает. Но это однозначно. Он однозначно выигрывает, конечно. И помогает бесплатно. Он может зайти, получить, но у него не получилось, ну как бы не смогла я, не смогла бы. И здесь другие люди, которые присоединяются сюда в команду, это для них больше важно. И опять же, никто никаких гарантий не даст на то, что каждый зашедший с идеей превратится в бизнес. Мы говорим о вероятности... Да, может не сработает. Может не сработает. Мы говорим о вероятности того, что это будет. И мы, что-то говоря, эту вероятность повышаем. Но создалась команда, работали, 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 работали. Не получилось. Все, не получилось. Никто ничего не получил. Ну, если человек, носитель идеи-то получил. Он двигался, он понял, осознал, может быть там для себя что-то решил, опыт получил. Но те, кто его поддерживали, для них это получается венчурные инвестиции. То есть инвестиции своего времени, которые они потратили свое время, а обратно ничего не получили. Вопрос какой? Если это не получилось, им оплачивается, вот этим всем ребятам? Нет, нет, нет. Это прямо славно сказано. Нет, нет оплаты. Да. И это осознанный, это такая, ну, осознанный, как бы, риск. Не риск. Это осознанные входные риски, которые понятны. И они не умалчиваются. Они говорят, именно вот так это и работает. То есть, если ты, ты можешь зайти в сибирскую артель, быть в коммуникационной системе, понимать, что здесь происходит. И не входить ни в один из проектов. Не вошел, не тратишь свое время, видишь, ждешь того, который зайдет с классной идеей. И ты тут, ой, я хочу к тебе с идеей. Вот, ну, и он говорит, я тебя беру. Но, 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 подожди. Есть же, вот я посмотрю, есть же эксперты, правильно? Эксперты есть. Они же могут на начальной стадии определять, насколько это будет проект рентабельным? Ну, понятно. Эксперты может не связывать свое мнение. А они же еще не боги, конечно. Эксперты могут мастерить свои мнения. Они все равно видят, наверное, какой-то процесс? Они, конечно, которые... Эксперты не видят, которые у нас будут... Эти вот встречи, это будут экспертное событие, собрание. Эксперты пришли, сели и сказали, там идея. У меня идея такая-такая-такая, это не получится, это не получится, ага, не получится. Ну то есть эксперты будут говорить, экспертом меня не усиливать. За что? За определенный процент в вашем бизнесе. То есть люди, все люди, которые здесь будут работать на вас, они будут работать только из-за одной идеи, чтобы ваш бизнес вырос, идея стала бизнесом, и тогда, чтобы они начинали зарабатывать здесь с дилегендом. Проценты? Да, в самом начале. Или они формируются по ходу дела, мало того, они внутри могут продаваться до момента определения бизнеса, могут продаваться, передаваться, дариться, как угодно. Я почему это спрашиваю, потому что эксперты могут определять на начальном уровне, стоит ли браться за этот проект или нет. Я почему это говорю, потому что, судя по тому, что это потом они делали, 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 потом пшик. Да. Пока такой необходимости нет, мы это у нас уже беседовали, я просто такой необходимости нет, и у меня, ну, следующие мои, как бы, вот, поддержка, вот, это, как представьте, если каплю воды и молекулы, и броуновское движение, да, то есть вот люди с идеями, они как броуновское движение, чтобы, вот такая моделька графическая, да, они двигаются, и в зависимости от того, частота столкновения, вот, физики определяется их скоростью движения, температура, да, что в данном, чтобы эта штука двигалась, вот это, чтобы системы коммуникации пользовались, да, чтобы, кодекс части, они должны двигаться активно, что будет подумать, что будет движущим, ну, ладно, зашел я с идеей, зашел, ну, вот, сейчас собрались, собственно, тоже с идеями, у каждого по десятку можем, что будет движущим, пока не сформировался проект, когда сформировался проект, возникло движущее, а чтобы сама вот эта общность существовала, что будет движущей этой общности? Взаимно интересные проекты. Окей, я принимаю это как идею, как идею усиления, да? И в том, а если это в экспертное перевести, это необходимо. И еще такая штука, с точки зрения изображения, вот, это я себе вот пометку сделаю, государство в государстве, да, вот юрлицо, это механизм взаимодействия одного государства с внешней средой, с другим государством, а при этом, вот, система коммуникации, кодекс, они должны, их не нужно выносить за пределы этого круга, это нужно вот в следующий раз, когда изображать, как-то внутри круга, и тогда это будет в кругу целостности, и тогда это уже, то же самое, система коммуникации, она может быть той самой движущей силой, и чтобы это артельно распадалось. Вся эта... Я вот все мечтаю, что мы к идейной поддержке сделаем шажер. Позвольте, я вернемся к идейной. На одном из каждых. Да. Я вот все выступление смотрел и думал, то ли это мое преподавательское прошлое, то ли это действительно шикарная модель для дополнительного образования элитной бизнес-школы, факультета экономики. Кстати, да. Потому что, вот смотрите, там сразу же появляются вот куча элементов, которые отвечают на наши предыдущие вопросы. Вот по поводу некоего взгревателя снаружи этой системы, да, вот в системе, сам факультет, это фактор, который поддерживает эту систему, да. Понятно, кто такие эксперты в данном случае. И появляется как раз вот эта вот студенческая солидарность, которая групповая, там факультетская, которая, ну, в какой-то степени компенсирует, вот, приверженность кодексу. Есть ли у нас, допустим, деканы, замдеканы готовы услышать эту идею, вот на факультетах экономики они не знают. Они юридические сразу сюда натянуты. Они сюда юридические, слипы, аспекты сразу. Ну, здесь надо просто искать, условно говоря, двух-трех конкретных людей на каком-то из экономических или... То есть, на идее, на поддержку дополнительное образование для элитной бизнес-школы. Это вообще среда, я правильно ее понял, да, повторяю? Это фактически, ну, вот, допустим, сейчас вузы пытаются организовывать лаборатории какие-то, да. То есть, вот, каждый вуз должен что-то там у нас сочинять лаборатории. А вот такую модель, если, допустим, на бизнес-факультете, какому-нибудь прикрепить, по-моему, для факультета это было бы блестящим ходом. Хорошо, хорошо. Я прямо... Более того, кстати, это молодые совершенно полные идей люди, правильно, студенты? Поэтому, да, я думаю, что тут как раз это очень интересно. Вот сейчас как обстоит для вас, Артемия? Я набрал пять проектов, пять, шесть, пять, пять, шесть проектов, и они все забыли. Спасибо. Продолжение следует...